Вопрос о создании очередного городского коммунального предприятия под названием «Вет-лаборатория» выскочил на сессии Гурсовета как чертик из табакерки. Депутаты утверждают, его не обсуждали на комиссиях, для чего создается предприятие неизвестно, и вообще вопрос этот внесли в повестку дня с нарушением регламента. Но мэр Геннадий Кернес в свойственной ему манере объяснил такая спешка исключительно в интересах харьковчан. Мол, в рамках децентрализации большинство проверяющих государственных функций переходит местным властям, в том числе проверка качества продуктов, поступающих на рынке. И изменения не должны застать их врасплох. Органам местного самоуправления сейчас разрешено определять такую услугу, как вет-лаборатория в части предоставления анализа качества животноводства, растеневодства. Чтобы не было задержки, мы принимаем сегодня решение о создании такого коммунального предприятия. В областном управлении Госпродпотребслужбы именно она сейчас занимается контролем качества продуктов на рынках. Инициативу создания нового предприятия поддерживают. Исполняющий обязанности начальника службы Александр Гордин рассказывает, государство не выделяет достаточно денег для таких лабораторий уже больше десятка лет. Всё оборудование давно устарело. Поэтому, говорит Гордин, в службе рассчитывают, что после создания КП городские власти модернизируют всё техническое обслуживание. «На сегодняшний день, я скажу честно, я от этого вижу только положительную сторону, потому что данные лаборатории все были созданы ещё при Советском Союзе. И было бы неплохо, если бы коммунальное предприятие достигло всех требований и норм, которые сегодня есть на 2016 год». Специалисты лаборатории подтверждают, уже давно мечтают о новых приборах, которые в течение нескольких секунд определяют радиационный фон продуктов или содержание в них нитратов. Их уже давно используют в Европе. В Харькове таких нет ни в одной лаборатории. Кроме того, по словам сотрудников, они надеются, что не потеряют свои рабочие места в связи с появлением нового предприятия. Правда, точной информации, останутся ли они в штате нового КП, у них пока тоже нет. «Наши специалисты, мы являемся аккредитованной лабораторией, поэтому специалисты наши аккредитованы Киевом, Институтом, Ведсанэкспертизой. Поэтому мы надеемся, что все сотрудники нашей лаборатории войдут в штат, вновь созданные структуры». Тем временем в Госпродпотребслужбе утверждают, ни один специалист действующих лабораторий на харьковских рынках свою работу не потеряет. Всех сотрудников в КП Ведлаборатория пообещали взять к себе. Правда, за счет чего им будут платить зарплату и уж тем более покупать новое оборудование – непонятно. Дело в том, что в пояснительной записке говорится, что бюджетные деньги на создание КП тратиться не будут. Оно должно зарабатывать деньги. При этом, каким образом предприятие будет самоокупаемым, повлечет ли это повышение тарифов или каких-нибудь так называемых благотворительных взносов, которые лягут на плечи торговцев, производителей сельхозпродукции, а в дальнейшем и покупателей – неизвестно. У мэра обещают подумать над эффективностью работы КП. Но пока непонятно ни структура предприятия, ни то, кто его возглавит. Хотя и в Госпродпотребслужбе и депутаты оппозиционной городской власти обещают контролировать работу вновь созданного предприятия. У нас есть функции контроля за ценами. Если будут какие-то обращения, что повысились тарифы, но мне кажется, это чуть-чуть преждевременно говорить о том, сразу идти в негатив. Мы хотим обратиться к жителям города Харькова, прежде всего к тем, кто занимается торговлей на рынках, тем на чудительность может повлиять создание этого КП, чтобы они реагировали на все возможные факты нарушения закона, возможно, каких-либо вымогательств, возможно, каких-либо действий, которые не отвечают конкурентному законодательству, обращались к объединению самопомощи. Мы будем совместно пытаться защищать права жителей и не допустить монополизации и изурпирования этим КП определенной сферы. При этом депутаты признаются, иначе как по обращениям граждан контролировать деятельность харьковских коммунальных предприятий практически невозможно. Их документы оборот, работу с контрагентами и другую информацию в Горсовете максимально засекречивают. Марина Николаева, Лариса Говина, Александр Проценко, Владимир Борох, Агентство телевидения новости.